В мире уже полным ходом несколько недель, даже уже несколько месяцев идет вакцинация. В Израиле вакцинировано уже половина населения. В марте вакцина должна появиться в Грузии. Но тем не менее до сих пор идут разные обсуждения и баталии, стоит или не стоит вакцинироваться. И мы решили побеседовать с теми, кто уже сделал прививку от COVID-19 или сейчас в процессе и узнать, как это проходит. Добрый день. У меня буквально несколько вопросов. Для начала, сколько лет и почему решились на вакцинацию? 35 будет в июне, если все пройдет с вакцинацией успешно. Почему решился? У меня было несколько основных причин. Первое, я как руководитель в одной из компаний должен буду эту вакцинацию организовать среди персонала. А нет ничего, никакой агитации лучше, чем собственный пример. Внутренние принципы не позволяют кого-то агитировать за что-то самому, такую медицинскую процедуру, как вакцинация, не пройдя. Поэтому это первая была причина. Вторая, поработав в 2020 году с некоторыми ограничениями на перемещение, с ограничениями на формат мероприятий, есть желание как можно быстрее эти ограничения снять. И вот в вакцинации в массовой такой, вот видится одна из причин для снятия этих ограничений. Ну и третья причина, интересно же, точнее не интересно же заболеть коронавирусом, вот прям мне как-то совсем очень много случаев среди знакомых было, не все самые удачные. Поэтому тем более удачно так подошлось, дал тест на антитела, антител нет вообще никаких, поэтому было принято решение вакцинироваться. Ну, насколько я понимаю, сейчас в процессе, да, то есть первая прививка сделана, вторая ожидается. Да, первая была, вторая, 5 марта, то есть второй этап с красной крышечкой, баночкой, баночкой синей крышечкой была за 21 день до этого, 12 февраля первый укол был. То есть там дают выбирать красная, синяя таблетка, нет? Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Ну что, первый этап позади, как самочувствие вообще, как впечатление после него? Ну, разделю все на две вещи. Физиологически, да, это после укола непосредственно, скажем так, в день укола заболело место, куда кололи на руке, не сильные боли сразу. Я их отметил исключительно потому, что он был морально очень готов к тому, что что-то надо ждать. Это вот второй аспект, я там забегаю вперед, психологический. Рост козней было очень много. Среди знакомых были те, кого чуть ли не за 40 была температура, и как раз-таки очень сильно ломило кости. Рассказывали, болело место укола. Ну, по себе, вот ждал, что заболит место укола, но чуть-чуть заболело. Да, на следующий день, получается, на второй был где-то, ну, самочувствие, как его называют, гриппозное, да, зноб такое, это даже не ломодавкость, а скорее слабость. В течение часа буквально. И на третий день также в районе обеда в течение часа была вот эта слабость. Все, температуры у меня конкретно не было, больше никаких симптомов не проявлялось, кроме вот этих двух небольших таких моментов слабости. И вместо укола болело там меньше дня. Но, опять же, говорю, боли абсолютно, если бы сам не смотрелся на этим, не почувствовал бы. А со мной два коллеги одновременно проходили. И у одного из них 37,5 в течение часа поднималась температура за все время один раз, там, по-моему, в первый день от укола. После этого улучшенное настроение было, никаких физических симптомов не было, вот ждем второй укол. Говорили наши чиновники, когда все это стартовало, что алкоголь нельзя. Что сейчас говорят на эту тему? Ну, было три этапа. Первый этап, говорили, 42 дня нельзя. Видимо, обратная связь прошла. Сказали, что три дня нельзя. Что говорить, не знаю. Скажу так, если на четвертый день выпивать, живых остаешься. Яс. Ну и сейчас вот в связи со всякими перемещениями, возможностями туда и сюда, людей интересуют сертификаты. Что-то про это слышно? Ну вот, сейчас занимаемся как раз таки этим вопросом. Почему? Да, встал вопрос о том, а как же задокументировать? Непосмотря на то, что сам это на видео делал, но я думаю, что это вообще не доказательство будет. Поэтому занимаемся вопросом. Видели, когда стояли в очереди те, кто проходил вторую вакцинацию, уже их были единицы, видимо из-за того, что запись нарастающим итогом идет. В руках у них был сертификат прививочный. Единственное, что тогда растерялись, не уточнили лично эта инициатива. То есть у человека в принципе есть сертификат, и он в него ставит просто запись. Либо всем выдают. Вот буквально завтра, я надеюсь, этот ответ будет, потому что, ну, так как делалось это для снятия ограничений в том числе, хотелось бы бумажку, конечно. Пока что вот в режиме вот так, чтобы просто выдавали, еще ничего не выдавали. Консультацию терапевта, и все. Ну, на РБК проходила информация, что заказать сертификат можно на сайте госуслуг. Ничего не было? Да, и причем, кстати, спасибо за напоминание. Отмечу, буквально вчера я там по своим делам заходил на госуслуги, мне пришло уведомление, что первый этап вакцинации я прошел. По сертификат не смотрел, да, уведомление пришло, что первый этап 12-го числа, чтобы мне была сделана вакцина. То есть, возможно, после второго можно будет и заказать там. Ну, то есть, явно есть обратная связь с поликлиникой, в которой я ее делал, потому что система была довольно-таки запутана. Сейчас у нас там в компании организована уже по линии самой компании вакцинирование, но на момент, когда я проходил, все было запутано, пытался записаться на госуслугах, это не с первого раза вышло, и по факту нас принимали в поликлинике, которая там недалеко от нашей ведомственной больницы находится, но тоже пришли, исключительно консультация терапевта и вперед в колодцы. Противопоказания есть, их в учет принимают. Кстати, не могу не отметить, лист противопоказаний есть у терапевта. Если принимаете какие-то противовирусные препараты, это первая причина, по которой могут отказать, любые проявления простудные в ближайшие три дня тоже могут отказать. В общем, там несколько таких показателей, если как минимум два из них сойдутся, вот у меня спорный был момент, я принимал ацикловир, потому что простуда там на губе буквально выскочила, и давление повышенное было, вот в районце сомневалась, там перемерили, все. То есть некоторые противопоказания есть, но они не страшные, вполне обычные, прививочные. Ну что ж, спасибо за информацию, я думаю, нашим зрителям это будет очень интересно. Спасибо. Привет, Наташ. Привет. Поговорим сегодня о вакцинации от COVID-19. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Конечно, не скромный вопрос для дамы, но все равно. Ну ничего, мне 35 лет полных. Ага. А когда ты прошла вакцинацию, ты же прошла полный курс вакцинации, да? Да, да, две прививки. А когда ты это сделала? Первая прививка у меня была 26 января, а вторая 16 февраля. Ага, соответственно, ты уже два раза укололась. Да. Хорошо, отлично. Скажи, пожалуйста, многих интересует много спорных вопросов. Почему ты решила сделать прививку? Это же не принудительная была процедура, правильно, а добровольная? Да, это добровольная была процедура. Но дело в том, что пошел такой слушок, вроде как неподтвержденная информация, но была такая информация по поводу того, что, возможно, если не будет человек вакцинирован, то его могут не выпустить за границу. Поэтому, а я как бы собираюсь поехать отдыхать летом, не в России. Надеюсь, будет такая возможность. Поэтому я решила сделать эту прививку, дабы потом не столкнуться с такой проблемой, что мы уже соберемся ехать, и тут скажут, что вот нельзя. Поэтому я решила заранее это сделать, но потом, как оказалось, что это необязательно, что как будто будут выпускать невакцинированных, но там какие-то другие будут моменты. Поэтому я решилась. А еще были какие причины? Или это самое такое? Ну, плюс была причина, не то, что я боялась заболеть, но дело в том, что у меня по папиной линии есть как бы заболевания легких. Вот, поэтому я немножко переживала по поводу того, что вдруг я заболею, и это пройдет в очень сложной форме, тяжелой. Поэтому я решила это сделать. Ну, даже если я после вакцины заболею, то это, возможно, пройдет просто в легкой форме. Еще была такая причина. Хорошо, отлично, спасибо. Много еще говорят про то, что после прививки, после первого укола, после второго укола не очень себя хорошо чувствуешь, а многие плохо себя чувствуют. Как это было у тебя после первого, после второго укола? Какие были ощущения? Скажите, это очень больно. Что вы, пустяки! Раз, и все! После первой прививки у меня не было температуры, но было очень плохое самочувствие в плане того, что у меня очень сильно болела голова, у меня болели глаза, то есть я даже ими не могла поворачивать, потому что это все отдавало в голову. Болело мышцы, суставы, все это, ну, как-то ломота такая в теле. Я думала, что у меня температура, вот такие ощущения, когда температура высокая, бывает ломота в теле, но температуры не было, но ощущения такие были. После второй прививки у меня была температура, она потихоньку поднималась, самая высокая была 37,9, но я ничего не принимала, потому что сказали, что до 38 никаких лекарств, ничего не нужно принимать, никаких таблеток, и она у меня сама потихоньку спала. Такой уже головной боли не было, только вот температура, ну да, и ломота в теле немножко была, а так, но мне было лучше, что с температурой, потому что когда болела голова, это было ужасно плохо. Ясно. А перед тем, как сделать укол, ты попадала к терапевту, правильно? Там что делает терапевт? Он опрашивает, слушает, давление меряет? Когда приходишь на прививку, во-первых, заполняешь анкету, там есть вопросы, есть ли какие-то хронические заболевания, были ли контакты с заболевшими людьми, последнее время болела ли я и так далее. Вот потом, после этой анкеты, там меряют кислород, ну на пальчик одевают такую штучку, проверяют кислород в крови, потом попадаешь к врачу, и, ну, ничего, никаких там обследований нет, просто также спрашивают про хронические заболевания, уже более подробные как-то называют, какие, может быть, есть там порог сердца, или же какие-то заболевания легких, ну вот и так далее, в таком плане. Вот, и аллергические какие-то реакции, то есть вот про это спрашивают. Потом говорят, что после прививки нельзя мочить руку три дня, нельзя есть цитрусовые, да, и, как сказали, что хотя бы в течение трёх дней, пожалуйста, не употребляйте алкоголь. Я так скажу и думаю, а что, по мне как-то это видно, что как будто я не могу это сдержаться. Я говорю, ну, конечно, без проблем, потом наркотики нельзя употреблять. Вот, ну, говорит, вы, конечно, извините, но я обязана это сказать. Я говорю, ну, хорошо, то есть все предупреждения, всё это озвучивают. Также говорят, что если температура меньше 38, то никаких лекарств не пить, а если больше 38, тогда парацетамол, и всё. И тогда уже проходишь на прививку. Хорошо, а после второго укола они приглашают, нет, не приглашают, они как-то замеряют количество антитерм, антител, ничего не звали. Да, ничего не говорили, там, ну, может быть, это каждый, там, решает сам, для интереса сходить, делать анализ. Хорошо. Документ. Какой тебе выдали документ после прививки? Что тебе дали? Мне выдали сертификат прививочный, вот он, не знаю, видно, не видно. Видно, видно, в котором есть вот такая вот отметочка о двух прививках. Писло и что первая вакцина и вторая. Понятно, и всё, да? Да, получается. Хорошо. Спасибо, Наташа. Николай Андреевич, сколько вам лет и когда вы сделали прививку? Через месяц будет 73 года. Прививку я первую сделаю. 27.01. Нет, подожди. Да. 27.01. 2.17. Февраля. Что побудило? Почему решились? Там разные есть мысли на тему прививки. Кто-то говорит, это страшная штука. Вот что заставило, скажем так? Почему решились найти шаг? Я никого не слушаю, не имею в виду своё мнение, поэтому я и сделал. Вакцинация – это дверь в активную жизнь. Мой лозунг. Отлично. Ну и людей интересует, как прошло, побочные эффекты, самочувствие, как вообще вот самоощущение после этого? У нас нормальное ощущение после первой прививки. Вообще всё нормально было. Даже температура не повышалась. Так, был какой-то первую половину суток дискомфорт. И всё. После второй прививки небольшое повышение температуры вечером было. И всё. Больше никаких ощущений. Ну, болело плечо в том месте, где вы сделали всё. Больше никаких. Ясно. Сертификат. Вот там, чтобы приехать в Грузию, нужен сертификат. Есть ли у вас сертификат? Как его получали? Нужны ли какие-то специальные действия, чтобы его получить? Я покажу тот документ, который мне выдали. Он утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, номер 220, 93 года. Медицинская документация. Форма номер 156, 93. Сертификат профилактической ПИИ-ГНИК-3. Он вообще стандартный. Ну, его просто вот дают всем. То есть, кто сделал два укола, тот автоматом получает такую штуку. Да, его выдают при первом уколе, делают отметку, что сделана прививка. И выдают при втором уколе, окончательно подтверждая, что подтверждает получение второй прививки. Всё. И говорят, храните при себе, может быть, пригодится. Ясно. Ну что, спасибо. Спасибо. Делать или не делать укол, об этом, конечно, лучше посоветоваться специалистам. Но мнение из первых уст тоже бывает полезно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вакцинации. И не забывайте подписываться на наш канал и жмите на колокольчик. Продолжение следует... Продолжение следует...